Коллеги, первое, что я хотел бы сказать, о том, что мы ни в коем разе не пытаемся покуситься на какое-либо ущемление интересов Байкала, даже решая социально-экономические вопросы. Я подчеркну о том, что мы решение социально-экономических вопросов в ущерб экологии Байкала не ставим. И вот это такая основная позиция. И то, что я дальше буду рассказывать, те проблемы, которые мы пытаемся решить, мы можем обсуждать там фиксовки, методы, способы. Я просто сейчас хочу озвучить проблемы и требуем, уважаемое спешное сообщество, проблемы вообще-то есть? Требуют ли или можно на эти проблемы закрыть глаза? Так вот, про какие проблемы я говорю? Сейчас, о какой территории мы говорим сейчас? Пожалуйста, вот у нас Байкала, предыдущая территория. То, что введено в Красной линии, это и есть центральная экологическая зона зашлифована. То, что зеленым цветом выделено, это особое охранение правильной территории, нац. парке-заповеднике, мы их вообще не трогаем, не обсуждаем и закон на их территории не распространяется. То есть, они живут в рамках закона ОВПТ, и то, что мы сейчас говорим, это вне нацпарков-заповедников, это только центральная экологическая зона. Напомню, что в ЦЭС это 160 населенных пунктов, со всеми людьми, проживающими пунктом этим более 200 лет, и люди там живут веками. Так вот, что у нас на этой территории сегодня? Вот сейчас, в центральной экологической зоне, у нас сгоревшие леса стоят. 120 тысяч гектаров сгоревшего леса. Мы никаких лесовосновательных мероприятий не проводим. Срубить стоящий лес нельзя, потому что он попадает под определение «сплошная рубка». Есть определение «выворочная рубка», есть «выносанитарная рубка», но с учетом неопределенности термина «сплошная рубка» и позиции всех поверяющих организаций, в итоге у нас стоит лес, мы его не рубим, лесовосновательный мероприятий не проходит, это на берегу Байкана. И это надо решать? Ну, наверное, надо. Если кто-то скажет, что не надо, скажите, вы согласны, выслушайте. Следующий вопрос. Заражение леса. Бактериальная лодянка и прочие болезни, тут сухой лес, ну, это зимняя фотография, летняя, сухой лес, мертвый. Использовать в центральной экологической зоне какую-либо химию, поливать там что-то еще, но водянка еще тем более, химию сложную нельзя, потому что химия попадает в Байкан. Соответственно, сейчас мы химией не пользуемся, рубки не делаем, здоровый лес заражается от больного, мы просто стоим и фиксируем, больной лес распространяется. 15 тысяч гектаров цезии больного леса, мы каждый год фиксируем увеличение и ничего не делаем. То есть нас в эту ситуацию устраивает, но если устраивает, поставим галочку, ничего не делаем и не подходит, смотрим, что происходит. Следующее. Вот это населенный пункт, вот это конкретно Гремячинск. У нас таких 85 населенных пунктов, где лес входит прямо в населенный пункт. Это старинный населенный пункт, мы там тоже за 200 лет. Он с установленными границами, поставлен на ИГРН, все нормально. Но вопрос о пожарной безопасности я не знаю, как это подходить, поскольку что из леса в поселок огонь приходит, что из бани в лес там может огонь идти, это вот пожалуйста. Никаких противопожарных разрывов нет, хотя законом пожарной безопасности обязательно наличие противопожарного разрыва по границе населенного пункта. Здесь его нет. И таких, повторюсь, у нас 85 населенных пунктов в ЦИЗ. Ну и последствия, пожалуйста, вот последствия. Поселок Черемаше, 17-й год, сгорел полностью. Переход пожарок. Пришел в деревню, извне деревня сгорела. Нужно этот вопрос решать? Ну, если кто скажет, что не нужно, в поле не будем, подпишитесь, скажем. Вот, Елена Кенковна, то, что говорили, пожалуйста, вот это реальное захоронение. Мы сейчас людей хороним между деревьями. Это реальность. Это вот поселок Люевка, вот, захоронить за поделами кладбища. Люди между деревьями хоронятся. Как к этому местное население относится, наверное, понятно. Они думают, что люди, которые стоят у власти, думают не о людях и о ком-то, а о каких-то иных вещах. То есть решить вопрос о том, чтобы было нормальное человеческое захоронение, чтобы мы как люди друг к другу относились, я думаю, тоже важно. Следующее мнение. То, что касается перевода земель. Вот на фотографии поселок Сухарь. Поселку 200 лет. 1830 года основание поселка. Первое упоминание, еще раньше, но первое упоминание в 1830 год. Это не новострой, это не дачи, это не туробъекты. Это здесь люди живут уже 200 лет. У этого поселка есть границы, поставлены на кадастры. Только поверх всего этого наложены лесные квартала и люди живут вне правовой зоны. То есть они все вне закона там. У них любые действия незаконны. Лесной квартал, защитные леса до юра наложены в поселок, которому 200 лет. Понятно, что когда в 80-е годы устанавливались эти самые лесные квартала, там не было ни ГЛОНАСС, ни GPS. Это просто техническая ошибка, потому что поселок там был и когда, 200 лет. Но эта техническая ошибка сегодня приводит к конкретным не техническим проблемам у людей, которые там живут. Перевод земель невозможен. То есть законодательство запрещает это. Надо этот вопрос решать? Ну, я думаю, надо. Следующее. Наш туризм. Какой у нас на Байкале туризм? Вот у нас в основном такой туризм, вот такой туризм. На Байкале по мониторингу сим-карт, который регистрируется, порядка только с буряцкой стороны миллиона человек было. Миллион человек. Для того, чтобы СМИ пропагировать, надо людям дать альтернативу. Альтернативы сейчас нет. Все вот так, лес, вот, пожалуйста. Все вот так таборятся. Не знаю, миллион человек, лесу это, я уж извиняюсь, 3 миллиона килограмм жидких отходов. Люди в Кусликово. И 2 миллиона в Иркутской области. Ну, 5 миллионов, 3 миллиона, получается, всего. И, чтобы создать альтернативную инфраструктуру, есть особая экономическая зона в Куриевской операционной лифте. Она, закон об управлении города Байкал, предусмотрена, разрешена. Сегодня эта зона установлена. Но, в этой зоне, они есть, с 2007 года стоят. Ничего не построено, потому что ничего нельзя сделать. Линию лютой передач провести невозможно. Дорогу провести, даже в границах особой экономической зоны, по самому участку это выглядит. Нельзя. Поставить домик, поставить гостиницу нельзя, потому что она в пределах особой экономической зоны. Я не говорю про лес. Это вот здесь. Нельзя. То есть, мы будем создавать альтернативу для экологически чистого туризма. Но, наверное, надо. То есть, опять же повторюсь, мы не лезем в лес. Это в границах особой экономической зоны, которая и так, законом предусмотрена, и с 2007 года стоит, ничего не реализуется. Вот те самые шлам-накопители, вот эти карты, которые говорили про БЦБК. Вот справа на горе, там сейчас накопился селеопасный друнт, уложненный. И, тоже, поставить селезащитную или бетонную стенку селезащитную. Чтобы бетонную стенку поставить, опять же, она там не переживает. Нельзя. То есть, если сель сойдет в Байкал, это, значит, нормальный риск, допустимый. А поставить селезащитное сооружение нельзя. Это те проблемы, на которые нужно искать ответ. То, что касается дорог тоже. Безопасность движения у нас, там, знаете, дороги, ехали по ним, там участки достаточно крутые. Спрямить дорогу тоже нельзя. Ту дорогу, которую в 70-х, 60-х годах проложили, теперь кривую спрямить, для того, чтобы повысить безопасность, невозможно. Опять же, потому что, ну, там надо 100 метров срубить. Нельзя. Едем. Вот это, перевал Путух, реально, вот там 30 тонн вылилось без топлива. Ну, это можно, срубить нельзя. При этом, мы же говорим не просто там, какой-то руки там и так далее. Мы же говорим, что селезо-восстановительными компенсационными фасадами там. Ну, и так далее. То есть, вопрос механизмов. Ну, проблема, на которую надо отвечать. Теперь, дальше. Мы говорим о том, что люди, которые принимали закон, вот там, в 99-м году, они молодцы, они реально молодцы. Без всякого там сарказма и так далее. Так вот, тот закон, который мы принимали в 99-м году, с которым заходили в ЮНЕСКО, и который, на самом деле, там все подворился. Он, что запрещал? Он запрещал, этот закон принимался в совокупности с действующим в тот момент лесным законодательством, лесным кодексом. До этого еще были основы лесопользования. Так вот, запрещались рубки главного пользования в законе 95-го года. И в лесном кодексе было определение, что рубка главного пользования – это коммерческая заготовка. А сплошные санитарные рубки, расчистка лесных площадей для строительства гидроузлов, курбопровозов, дорог, прокладки просек, создания противопожарных разрывов относились к прочим рубкам и не запрещались. То есть закон, с которым мы в ЮНЕСКО зашли, и которым Байкал защищали, он и противопожарные разрывы, и строительство границ населённых пунктов разрешал и не запрещал. Потом в 2004 году поменяли лесной кодекс. И в лесном кодексе 2004 года появилась формировка сплошной рубки, а формировка рубки главного пользования ушла. Так вот, формировка сплошной рубки в 2004 году, она просто не привязана была к закону в охране Байкал. Это просто юрид техническая недоработка. Один закон приняли, с другим не привязали. Так вот, сплошные рубки, которые появился в 2004 году, он никак не разграничивает ни виды рубок. Для цели защиты, или для пожарного разрыва, или для коммерческой заготовки для последующей продажи леса. Это всё сплошная рубка. И поэтому с 2004 года, из-за этой, Юли, технической по сути ошибки, у нас всё и встало. И поэтому мы сейчас имеем то, что имеем. И мы предлагаем найти формировку, которая вот наши вот эти накопленные проблемы позволит решить. И вот просто для того, чтобы уже нашу позицию донести, вот мы против допуска бесконтрольных рубок. Как это прописать там в тексте, как это сделать в виде статьи, мы любое предложение готовы принять. То есть, у нас нет там зацепиться вот именно за нашу формировку статьи, да нет, мы готовы работать. Мы против того, чтобы потом здоровый лес под видом больного убил. Ну, кто-то там мошенничеством занимался там, ещё что-то сделал. Мы против того, чтобы провоцировать пожары потом, чтобы пилить горелый лес под видом.